Девушки отдыхают А если ты хочешь, чтобы папачи спорвал тренды, то пиши комментарий А все началось с того, что я, как вам и обещал, связался с этими китайцами, с кем я воевал в прошлом вайпе Коротко о главном Я добавил одному из китайцев, поговорил с ним Они сказали, что играют на сервере Растория Сеа Мэйн И у них уже есть дом Ммм, 200 очереди, ммм, как вкусно Спустя 3 часа очереди, я наконец-то зашел на сервер Мой китайский друг был АФК, и он не сказал, где они живут Поэтому мне пришлось бегать и обследовать эту карту самому Так, теперь мне надо найти, где живет клан С... СКГ СКГ, мой китайский клан И так как я стоял в очереди очень долго, у типов уже появились пушки Какие злобные китайцы на этом сервере играют Привет, хрюшки Но не все китайцы на этом сервере были злые Некоторые даже встречались дружелюбные Добежав примерно до центра карты, я увидел то, что на домике спит какой-то залутанный челик И туда можно было спокойно попасть, мне нужно было всего лишь дерево Да, с таким пингом, конечно, классно играть И знаете, пинг 250 это было действительно очень некомфортно Но что не сделаешь ради контента Оооо Сюда Я был не единственным, кто хотел залутать этого парня Сюда еще прибежали какие-то бомжики Которых мне пришлось убить Вижу фармил Как я уже и говорил, я не знал, где живет клан СКЖ И поэтому я решил пофармить различных фермеров, чтобы отстроить свой домик Короче, не важно Я пойду пока жить возле воды, а там посмотрим На карте я увидел замечательное место, где стоял интересный остров Туда я сразу и отправился И пока я бежал к своему пункту назначения Я по пути встречал различных фармил Сюда, пэшка Я не знаю, как так вышло Но уже спустя 20 минут на китайском сервере У меня было хорошее оружие И мне оставалось всего лишь построить свой топовый домик И отстроить его я решил на воде Ведь там было шикарное место Недалеко от меня стоила лаба Гастейшн И какой-то островок, где уже поселился какой-то маленький клан Но свой домик я тщательно продумал Чтобы никто у меня под домом не сидел Я сделал специальный заход Благодаря которому никто бы по мне не смог стрелять Находясь под моим домиком Я не знаю, что это за дом Но выглядит очень интересно После того, как я отстроил свой домик Первым делом я побежал на заправку Ведь там были какие-то замесы Но там, к сожалению, сделать у меня ничего не получилось И вот, когда я вернулся к своему домику Я увидел то, что на соседнем острове стоит субмарина Которую можно было ёнькнуть Вообще у меня есть идея Как же он не вовремя это делает Я вижу типа, который слабо плывет Уплываем, Димасик Уплываем Офигеть 11 хп я удрал от них Все, что я украл, я чудом смог засейвить У меня по-прежнему не было спальника в доме Поэтому я принял решение переработать антирад А после мой домик рассекретили какие-то бомжи И начали под ним сидеть Так, мне вроде бы дали спальник 27 хп, 26, 25 Наконец-то в сети появился тот китаец, с кем я общался И он, как только зашел, скинул мне спальник в своей кибитке Они, конечно же, мне не доверяли Поэтому построили мне отдельный домик И дожидали от нее пароли Смотри, какие хитрые жуки Они поставили мне топор чисто оставили Офигеть тут спальников Я не совсем их понимал Но скорее всего они не могли мне дать инвайт Потому что лидер был АФК Поэтому в этот момент я понял Что возле них мне пока что делать нечего И отправился в свой домик на воде А еще пароль от основного домика Они давать мне пока что не собирались Они мне не доверяли и думали, что я их обману Блин, не знаю, что это, но будет очень весело Они не доверяют мне Построили специальную кибитку Либо это их первый домик был Короче, намечается что-то веселое Правда, они построились в каком-то очень плохом месте Поэтому, если что, я буду жить возле воды И к ним туда перевозить лут Возможно Ну посмотрим У них в доме совсем не было компонентов И они попросили их меня нафармить А у меня был домик на воде И лаборатория, которая стояла недалеко от меня Но сделать это было совсем непросто Ведь лаба была уже под контролем какого-то клана Я умер Там их было слишком много Но сдаваться я не собирался Поэтому я схватил двушку Еще один подводный костюм И отправился снова туда Я заплыл с самого дальнего входа И я понимал, что скорее всего Они ко мне прибегут Потому что они слышали, как я сюда попал Ого Честно говоря, такого расклада я точно не ожидал Мало того, что я забрал у них очень много компонентов Так я еще смог ёнькнуть подводную лодку Офигеть Блин, я могу сразу уплыть отсюда домой Я домой поплыл Я поплыл домой Ну а по пути к дому Меня ждал хороший сюрприз Ко мне навстречу выехала какая-то лодка И тут у меня сработал план перехват Наконец-то я доплыл до своего деревянного домика И смог туда засейвить все свои компоненты Которые честно сворвал Ладно, лучше Томпсон переработаю компоненты какие-то В этом домике мне нужно было поставить Хотя бы второй верстак И поизучать все самое нужное Поэтому я схватил ненужные компоненты И поплыл на переработку И по пути встретил того самого китайца Которого убил на лабе И он уже плыл домой И такое конечно жителям острова не особо понравилось Они даже пытались меня расстрелять После того как я забрал у них еще немного компонентов Я наконец-то смог доплыть до переработчика Который стоял на порту И спокойно там переработать все что у меня было Тут вроде никого нет Когда я ехал домой Я увидел то что мои соседи купили субмаринку побольше И они очевидно хотели очень сильно меня догнать Понимая что они меня вот-вот поймают Я схватил все свои компоненты И просто прыгнул в воду И попрощался со своей субмаринкой Хе Блин лишь бы тут такого не было Минус моя субмарина Плавать от них под водой мне пришлось довольно долго Ведь субмарина пыталась проследить за моим каждым шагом Все я поплыл домой Этот скраб мне надо сейвить В какой-то момент они даже подумали Что я живу прям возле маяка И приплыли доставать этих бедолаг Дом милый дом Отлично 800 скраба просто как с куста Наконец-то в сети появился лидер клана По имени Гейдонг И он добавил меня в пати Хэллоу Михао Гейдонг Хэ 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 Мой домик на воде привлекал очень много внимания и я понимал что скорее всего его могут скоро зарейдить Поэтому мне нужно было нафармить как можно больше камня Чтобы его хотя бы немного улучшить Он просит спальник в моем доме, забавно Оу, Финг А еще я хотел бы вас познакомить с самым дружелюбным китайцем Его звали Финг И он заспаунился возле меня, чтобы помочь нафармить камни и дерево Я показал вам, но я хочу нафармить какие-то камни Потому что я думаю, что мои близкие Они хотят уничтожить мою базу На воде, понимаешь? Окей Look at this, bro Ха-ха-ха И наконец-то я улучшил полностью свой домик на воде в камушек И зарейдить его уже было немного сложнее А пока я занимался строительством, фиг, расставлял интерьер Сразу печку скрафтил, хорош Ха-ха-ха This base is so good Because this place is so good You look at this gas station harbor Yes, yes I know Первым делом, чтобы воевать со своими соседями, которые лутают лабу Я изучил гарпун А также поизучал предметы, которые мне действительно были нужны А еще этот добродушный китаец рассказал о том, что они уже строились в этом месте Но их дом зарейдили в первые часы И как только я собрался на переработку, я увидел то, что мои соседи вызвали соплю И мне срочно нужно было ее забирать У меня есть идея Ладно, переработка отмена Я пытаюсь собрать субмарин Я вижу субмарин, ты знаешь? И я пытаюсь собрать это Да, на воду О, посмотрите на это Видишь этот бейс? Субмарин с сигналами Ты хочешь убрать? Вооружившись Томпсоном и взяв с собой китайца, мы отправились отбирать эту соплю А еще нам действительно нужна была эта субмарина, чтобы перевезти отсюда ресурсы Я думаю, что я убил их все Ха-ха-ха Поехали на левую сторону Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В какой-то момент эти китайцы настолько сильно отчаялись, что попытались меня закидать гранатами Мои китайские друзья пытались мне помочь, но сделать это у них не совсем получалось, поэтому мне пришлось спасать их в шкуру Офигеть я просто их кромсаю Я их убил, убил их Тейкид, 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 тейкид Тейкид талл Тейкид талл Тейкид талл Тейкид талл Тейкид талл Ну а после чего я пособирал все самые важные компоненты, отбился от типов, которые крысили нас под домом, и мы наконец-то отправились в сторону нашей китайской базы. А по пути Финг пытался научить меня говорить на китайском языке. Это моё название « xui jiua». А... « xui jua»? Да? Да. « xui jua» Я играю с... Да. Хуичи. Я играю с чинственными командами. Это моя первая эксперт, я играю с чинственными игроками. О, хорошо Это хорошо Да, да, пойду Поехали Поехали Да Поехали Поехали Как я могу сказать Поехали В чайли языке ПОНЮ ПОНЮ ПОНЬЮ 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 Нет ПОНЬЮ ПОНЬЮ Да, да Да Что значит, что нужно ... Сейчас я пойду домой Если ты хочешь убить что-то убить человека можно увидеть шарен что-то что-то я шарен Я ничего не понимаю Уошарен и Керен Да? Да, это хорошо Просто убить человека Я пытался вспомнить это Твоя языка очень хорошая Мы просто играли эти игры два года О, это не слишком долго Не слишком много Я... Я не нуб Не, ты не нуб И наконец-то, спустя 20 минут плавания в открытом море, мы добрались до китайской базы где нас уже встречали наши друзья Ни хао Ни хао Нужно это Я думаю Окей, ребята У меня хорошая идея Мне нужно дать вам Я думаю, что это нужно И больше Для вас Оу Оу, оу, оу Тэнкью, тэнкью, тэнкью Момата, мамачи Все, что я принес, я отдал китайскому лидеру. И больше всего меня удивил тот факт, что у моих китайцев еще не было оружия. Поэтому я кинул аэрдроп. А также после я побежал фармить камень. И камня нам было нужно много, чтобы расширить нашу крепость. А также на нас иногда нападали клан геймеры, которые жили неподалеку от нас. И так как в моем доме не было оружия и даже никакого верстака, мне нужно было пофармить очень много компонентов. И поэтому я предложил Фигу пойти со мной полузать лаборатории. У нас не было хп и хилок. И мы уже практически умерли от холода. Нам нужно было скорее найти шприц. Вот спустя 5 минут я казалось бы нашел спасение Фига. Но, к сожалению, я не успел. Но! Он погиб прямо у меня на глазах? Но! Но спасибо тебе, у меня теперь есть патроны, благодаря тебе. В лаборатории я остался один. И мне ее пришлось полностью зачистить. Ведь компонентов нам нужно было очень много. И вот, наконец, как я только вдоволь налутался, я услышал, что ко мне кто-то подплыл. А терять компоненты я не хотел, поэтому я сел в лодку и поплыл за своими ребятами. Я убил, я убил гай. Я подкинул их поближе к лаборатории, а сам отправился домой, ведь мне нужно было засейвить мои компоненты. Они меня встречают. Что за сладкие китайцы со мной играют, реально? Они просто даже пришли меня за контри, чтобы меня никто не убил. Мне даже не приходилось их просить, чтобы они меня встретили. Они и сами прекрасно понимали, что им нужно делать. Если вы хотите что-то, то вы можете взять в мою 2x2 базу. И только я переработал все свои компоненты, которые мне были не нужны, и собирался поставить второй верстак, как вдруг, один из них дал мне пароль. Офигеть, они дали мне пароль! Они мне пароль дали! Вот таким образом, спустя всего лишь полдня игры, я смог заработать доверие китайского клана. Но после того, как они дали мне пароли от главной базы, у меня появилась большая ответственность. Ведь зарейдить наш скромный домик было очень много желающих. А чтобы расширить нашу базу, нужно было очень много пофармить. Нам, скорее всего, нужен металл. Вот это изи! Я думал, мне придется с ними целый вайп отыгрывать. Ха-ха-ха! Они мне просто дали пароли. Сейчас мы будем смотреть, что у них по луку в доме. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну, ха-ха! Вот эта одна щирка меня радует. Там, блин, наверное, как в карьере такой хаос происходит. Я убиваю троих, какой-то клан прибегает меня и убивает на... И то еле как. И когда Идиэл рассказал, как его пинали на карьере, я решил туда сходить и посмотреть, что за клан там живет. Я следил за этими китайцами очень долго И вот в один прекрасный момент они меня отфигачили толпой После я переждал ночь в теплом и уютном домике Ну а потом побежал искать базу того клана, с кем я воевал И знаете, бегать мне долго не пришлось Спустя где-то 5 минут я нашел тот самый домик Опа Вижу два клиента Блин, а вообще было бы неплохо на эту базу запрыгнуть Долгое время я выжидал, когда же кто-нибудь выйдет на улицу Но тут случилось это Эпик спрей Этой смерти я не огорчился, ведь я добыл нужную мне информацию Я увидел то, что у них открыты шкафы, которые я мог бы забрать Появившись дома, первым делом я изучил зажигательные стрелы И взял с собой побольше ресурсов, чтобы можно было застроить шкаф И как только я к ним вернулся, я увидел то, что они укрепляют свои шкафчики А как? Все, что я там успел йонькнуть, я скинул в китайца и вернулся снова к ним Хоть у них и получилось меня убить, я успел поставить свой шкаф И моя цель была выполнена Тем временем мои китайские друзья потихоньку и помаленьку расширяли наш домик И вы просто посмотрите, сколько же их было много Офигеть, их тут в доме просто миллион, господи боже мой А для Тфига я принес очень интересное блюдо И знаете, сколько бы я не воевал против кланов, теперь я начал понимать, что жизнь в клане это довольно непростая штука Первый день они просто вкладывают полностью в фарм, потому что надо отстроить дом, чтобы тебя другой клан не зарейдил Тем более, к нашему домику постоянно подбегали какие-то разведчики Где здесь? Люди в этом клане делились на несколько типов Кто-то постоянно бегал, добывал какие-то пушки Это игроки вроде меня, опытные, у которых очень много часов Кто-то бегали и фармили постоянно деревья и камни, ведь нам нужно было расширять домик А некоторые постоянно строили базу Проводили электричество и занимались тем, чем обычно я не занимаюсь, потому что мне становится от этого очень скучно Видало, какие они гении? Они просто поставили фундамент и гантрапы, чтобы выбить чужой шкаф А я помимо того, что занимался абсолютно всем, я еще и бегал и подкидывал постоянно ресурсы в печку, так как металла нам нужно было очень много Китайцы уже спадки пошли Большинство китайцев отправились спать, и я остался один проворачивать свои грязные делишки И первым же делом я скрафтил лестницы и решил попробовать что-нибудь ёнькнуть на территории клана .бак Офигеть, у меня билда прям в упор к ним стоит Он выходит Попетляем куда? Правильно Вот сюда петляем Как только у этого кончика все подутихло, я нашел секретную бесшумную лазейку на их территорию Я спрятался Мммм, точка баг В этот момент я решил попробовать проникнуть в этот клан Вышел, сменил ник и снова зашел на сервер Но, к сожалению, у меня не получилось это сделать, они меня рассекретили И тогда я вслед за своим кланом китайцев отправился отдыхать Зайдя на следующий день, я был приятно удивлен Как только я вышел на улицу, я увидел то, что у нас появились большие печки и деревянный забор Офигеть, они потыкали Меня кто-то прям везде авторизовал, ничего себе Это тупо сумасшедшая база Когда они успели, они что всю ночь не спали? Офигеть, во что у них преврат... во что у нас просто база превратилась? Я не знаю, чем нужно заниматься Поэтому я буду бегать за кем-то из китайцев и помогать им Когда я зашел на сервер, Финг мне рассказал о том, что какой-то клан решетка собрался нас рейдить И я решил найти, где они живут Нифига себе тут домина У него пулик Ого Плюс пулик У меня есть идея, что можно сделать Я же правильно хочу, чтобы нас пришли рейдить? Ха-ха-ха Я построю здесь кибитку и буду прессовать клан А мне нравится эта идея Я пытался подбайтить этот клан всеми доступными методами и даже кидал сачельки Ща будем байтить пацанов Но выходить с дома они не собирались И тогда в моей голове появился плен Я решил залезть на самое высокое дерево Нет Ну я почти мастер Так, ну они сто процентов должны сюда прийти, я уверен Тут что-то намечается, мне кажется Как я только не старался их забайтить, клан бы ходить со своей территорией не собирался И тогда я побежал искать новых жертв Хатшот 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 Потом мы наконец-то с китайцами собрались в одну большую пачку и бегали фармили все на своем пути Потому что ресурсов, как вы знаете, нам нужно было очень много Вот это я понимаю движуха И наконец-то в этот день настали те самые времена Времена жестких файтов с огромными кланами Я убил, я убил, я убил одного Времена Времена Я убил два Хватил два Хватил два Хватил два Надо у guns Хватил два Хватил Т cam, я люблю Хватил три Хватил Гейдонг все сейвил, а я продолжал воевать с ними до последнего, пока меня не ушатали. И вот вы действительно думаете, что на этом все закончилось? Нет, этот замес продолжался еще очень долго. Я убил два, сегодняшний день в лесу. Этот клан нас просто задавливал количеством, поэтому мы решили отыграть по тактике. Я нашел хорошую густую елочку, сел на нее и начал бы ждать, когда же они придут снова в наш лес. И знаете, долго ждать гостей не пришлось. Вот это я понимаю, сейчас будет мясо. Субтитры сделал DimaTorzok. И как вы понимаете, все хорошее когда-то заканчивается. Я покрошил там огромное количество людей, мы даже умудрились нескольких залутать, но они все-таки меня рассекретили. И так как мы жили в зиме, ткани у нас не было абсолютно совсем, поэтому нам пришлось даже отстроить свою ферму. Узнаю эту ферму, почему здесь нет турели, я же ее рейдил в прошлом байпе. Ооо, здесь уже надо собирать. Нет, тут фрутинг. Фрутинг еще нельзя собирать. Пока они там крафтят ракеты, я могу тут все засадить. Ооо, вот такое мне нравится. Ооо, райпы уже пошли. Нормально, одну плантацию собрал, тысяча тканей. И все остальное время мы тщательно готовились, чтобы зарейдить. Клан точка баг, и один из китайцев даже пил нам песенки. Вот это я понимаю, сейчас такая миссивовка будет. Клан на клан, вот этого я и ожидал от игры в этом клане, реально. Короче, нам было действительно весело. Но в моих видосах все так просто не бывает. Пока мы крафтили ракеты, к нам прилетели типы и взорвали нашу корову. Дональд Кто шутит из коптера? Офигеть, что происходит! О, мне с ракет лупят! Ха-ха-ха! Они меня с ракет пытаются сбить! Я такого в жизни не видел нафиг! Они всеми силами пытались нам помешать и скорее всего они тоже что-то планировали. И как только мы купили еще одну корову и были готовы уже отправляться, этот безумный пилот взорвал ее снова. Нет! А также они взорвали нашу ферму. Не, забей, туда нет смысла идти. Не идем туда, слышишь? Мы не отобьем ферму. Вдвоем точно. Мы ждали еще одному вертолета. И в один момент наш разведчик увидел, как в сторону нашего клана бегут больше сорока человек. Все сорок человек сели в поезд, он пишет. Внимание дома! Они едут к нам! Нет! Я вот кушаю блинчик. Отличная информация. К нам поезд едет, слышишь, пишет. Бля, сейчас будет весело. На К6 они уже. Я не знаю, что вам сказать, но скорее всего такого вы еще в своей жизни никогда не видели. Смотрите сколько их! Сколько их там! А это скоростная была! И стоило им только подойти поближе и поставить стенки, тут началась лютая дичь. Что происходит?! Что происходит?! Это ангриул! Это ангриул! Нас рейдило примерно три клана, и это услышали наши ближайшие соседи, которые прибежали к нам на помощь. Их тоже было очень много. Что это нафиг?! Меня повалили, подними, подними, браток, подними. Я не могу. Их пришли антирейдить, вы видели еще такая же орда? Еще сорок человек пришли антирейдить! Небя ебать! Я ракеты скину, пойду драться с ними в упор. И знаете, когда я бегал по нашему домику, я точно не ожидал увидеть такую маленькую дырочку. Что тут нафиг происходит?! Китайцы были просто в шоке от того, сколько же лута домой я принес. Сейвь это, сейвь это, сейвь это! ОМАЙ ГОД! 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 ОМАЙ Г Дональд, Дональд, come to me, Дональд Я не знаю, кого я убиваю, я походу своих убиваю Ну мне пофиг, я буду всех вместить, кто не в зеленке Я тупо граб, я тупо граб, я все ворую Я все ворую и домой Еще ракеты, еще ракеты Ты кто такой, Вася? We skill you, we skill you, link link, link link, come to me Может быть для вас этот рейд длился всего 5 минут Но мы сражались на протяжении часа И это было очень жестко Каждый из нас сделал все, что смог, чтобы спасти нашу базу А я к нему, я к нему на базу захожу, они после даже меня не убивают Смотрят, они меня не убивают Я все сказал, смотри, это плюх И они такие, как русики, блять, на мопедах Хорош Все наши бойцы были просто в восторге от такого замеса Тем более, наворовать мы смогли очень много ресурсов Я играл слишком много, бро Что такое? О, что? Я так... Я так... Как много людей? Как много людей? 50? Пока китайцы продолжали сражаться, я застроил все, что только мог и немного восстановил наш домик. А потом к нашему дому подбежали те китайцы, которые нас рейдили и начали водить хоровод. Что происходит? Это зомби! Это зомби! Это зомбари! Субтитры сделал DimaTorzok Я сделал фотографии и расставил их дома, чтобы все знали то, что нас приходили рейдить. Но в моей коллекции не хватало еще одного недостающего элемента. Фоточки с базуки. Не, я такого мяса уже давно не видел. И наконец, после того, как все закончилось, китайский клан отправился отдыхать. А я выходить не собирался, ведь понимал, что скорее всего нас придут снова рейдить. А еще, у меня был плейн, который я хотел реализовать. Мы прибежали к нашей ферме в надежде, что ее полностью не застроили. Но они все-таки ее полностью заруинили. И тогда я захотел им отомстить и взорвать их ферму. Но для начала мне нужно было разведать обстановочку. Я знаю, чем я займусь сегодня ночью. У них работали большие печи. Я понял, что хозяева в онлайне. И тогда в моей голове появился план. Отстроить неподалеку от них вышку. Ну а чтобы начать свое строительство, мне нужно было как минимум подфармить много ресурсов. И начал я с деревца. Я тут дерево фармлю, не трогайте меня. Тут три волка, нафиг. Они на меня напали! Подфармил дерево, меня чуть волки не сожрали. Короче, у меня есть план. И мне надо попытаться его как минимум реализовать. И только я собирался идти строиться, как вдруг я увидел двух разведчиков, которые сидели и наблюдали за нашей территорией. Я решил их не убивать и просто помахал им. И наконец я добежал до базы моих противников, которых я хотел доставать. И начал отстраивать свой топовый бункер. На который им пришлось бы потратить очень много ракет. Мое строительство практически закончилось, но мне не хватило немного камня. И тогда мне пришлось вернуться домой. А в доме меня уже ждал и ДЛ. помнишь у нас сегодня корову взорвали я хочу за нее отомстить я уже построил домик и вот мы уже вместе с и делом побежали на эту вышку чтобы доставать тех клановых игроков которые нам взорвали коровы также мы взяли с собой базуки и скоростные ракеты чтобы устроить им небольшой сюрприз и только я начал устраивать вышку высоту как вдруг проснулся он руфтемпер не так просто у них не получится это сделать и как только я закончил строительство я достал болтовку и начал стрелять по моему соседу на я знаю что надо сделать сша надо выйти ники сменить папа не не знали что это наш дом папа не точно не знаю что мы skg типа и чтобы они пришли нас рейдить понял после того как мы сменили ники зашли на сервер идеал умер от гантрапа теперь у тебя есть камень идти к нам они не собирались поэтому мы решили перейти к самому интересному взорвать у них корову ваша хилится будет давай корову бахать готов отправил один подарок попал попал как они писали минус 1250 и после этого у них самую малость пригорело что они даже пришли с лестницами она убить слушай слушай а может они будут у нас пушить и умер я упал и 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 он засел на мои вышки тогда понял что мне нужно против него зайти базуку со скоростными он наверху значит его убил нет он жив он жив он жив и после того как у них не получилось на запушить они все-таки пришли нас рейки папа да я пытался отбивать эту башню как только мог но увы к сожалению у меня защитить ее не получилось но это было не самое страшное самое страшное началось впереди возле нашего домика отстроилась рейд кибитка и это означало одно что нам нужно будет вдвоем защитить нашу базу давай дождем с рейда все я сразу заранее позвоню звони 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 срочно чувак мне страшно нам нужно на крышу пару сетов перенести потому что мы не успеем ну туда-сюда бегать а тем временем пока мы защищали наш домик тот клан зарейдил мою башню в принципе они попались в мою ловушку ведь там абсолютно ничего не было а потратить на нее нужно было ой 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 как много ракет убил типа убил типа убил типа внутри я скинул пример мы можем их запушить вообще на вышке есть лестница у нас забей на это кого я пошел вниз я пошел запушу их стреляй по ним с крыши а а а отк Twelve а а а а а а ПЛАЧ 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 Не знаю, я его положил ПЛАЧ Их уже трое? ПЛАЧ ПЛАЧ они турели разбивают слышишь они пытались запитать ветряк и мы чтобы не было у них электричество просто решили его взорвать блин это было слишком недалеко минус минус ветряк куда побежал мы долго ждали наступления но никто нас рейдить не собирался и тогда мы решили взорвать у них кибитку турель отойди просто бах ему сюда бахай 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 в угол где еще ракета чувак где мне 100 разрывных есть быстрее взорвал я валяюсь я валяюсь я валяюсь я взорвала бомж 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 лутает мне бахай 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 я его убил все 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 улица идет после того как мы снова успешно отбили домик и застроили их кибитку настало время бивенька я увидел то что у этого огромного клана стоит магазин который можно было зарейдить и он не был абсолютно защищен потому что он стоял на ферме где не было турелей одна дверь я появился дома немного приоделся взял с собой сишку и пару лестниц и побежал снова к этой ферме еще я действую по тактике хватай беги подожди ничего магазина щена крыш стоит не понял серьезно серьезно мне даже стишку не пришлось тратить интересно они сильно расстроятся когда увидят что у них кончились внезапно продажи блин мне нравятся такие магазины надо почаще такие искать в принципе я готов всегда у них покупать ресурсы честно говоря я был просто в шоке это был действительно биг йонг я сворвал оттуда очень много ткани но этого было мало я решил поступить с их фермой точно так же как они поступили с нашей и взорвать ее и застроить полностью шкаф он дома баха играшку баха играшку в 6 в 7 в в Хоть мы и понесли небольшие потери, но я выполнил свою цель и застроил полностью у них ферму. В магазинах наших я выставил всё абсолютно на продажу, чтобы люди видели, сколько у нас ресурсов и пришли побыстрее нас рейдить. И сел под забором у наших самых злейших врагов. И увидел очень много людей с базуками. Это означало одно, что они готовятся к рейду. Они все стоят с базуками у себя на территории. Их много! Ого! Еее! Я дождался этого! Еее! Ха-ха-ха! Сколько их там? Ха-ха-ха! Блин, было бы классно их зарейдить во время того, как они будут нас рейдить. Но это анрил. И знаете, настроены они были очень серьёзно. Все были с базукой, и их было минимум 10 человек. Ха-ха-ха-ха-ха! Их не 10, их больше. Это муравьи! Это муравьи! Это не челики, это муравьи! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да стойте на месте! Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Они идут! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я быстренько заспаунился дома, и начал ждать, когда же они к нам придут. Но они к нам так и не пришли. Тогда я понял, что они пошли рейдить какой-то другой клан. И когда я пришел к их базе, я увидел то, что все турели у них выключены. Нам нужно было максимально быстро действовать. У меня есть идея. Гайз, гайз, гайз! Let's go, рейдис! Let's go, рейдис! Yes, yes, yes! All turrets off! Yeah, 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 yeah! Рейдю, рейдю, рейдю! Ха-ха-ха! Let's do it, guys! Take it all rockets! Fuck this base! Я появился дома, схватил все ракеты, позвал с собой китайцев. И мы побежали выносить их территорию, пока они были заняты. He raid! He start raiding! He start raiding! Go fast! Just go, рейд, дур! Дур, дур! Fast, дур! Go, go, go! Oh, it's open! High quality, дур! Oh, let's go! Open, open, open! Oh, it's open! This one! Let's go! Let's fucking go! Let's fucking go! Oh, go, go, go! What the fuck? Destroy! Destroy, destroy, bet! Destroy, bet! Destroy, bet! All bets, all bets, destroy! Let's go! Come, 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 come! Look, all stuff! Come, 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 come! Come, come, come! What is your rating? Come, 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 come! Субтитры сделал DimaTorzok Оконченный дебил! Хорошо, что мы все-таки умудрились занять полностью эту базу и мои китайцы сдерживали оборону как могли. Тем более мы унесли отсюда очень много ресурсов. Это все-таки смешно, мэн! Добрый день, ребята! Мы смешали эту базу! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! После того, как мы унесли абсолютно все основные ресурсы, они очень сильно расстроились, что даже хотели ливнуть с этого сервера. Но на них напал другой китайский клан, и мы решили им помочь. А-а-а-а! началось это. Нас начали заплевывать ракетами. Кажется мы в говне. Что происходит? У меня так никогда в жизни не лагало. Кейльту, Кейльту! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кейльту! Кейльту! guys kill for 3 вот из хатвинин квайфренд И знаете, этот вайб был действительно максимально безумный. Наши враги становились нашими друзьями. Мы становились друзьями наших врагов, кто бы что не говорил. Но это выживание с китайцами на китайском сервере останется у меня в памяти очень долгое время. И надеюсь, оно вам понравилось ровно так же сильно, как понравилось мне. Мне было действительно тяжело расставаться с моими новыми друзьями. Но, как вы знаете, всё хорошее когда-то заканчивается. Перед тем, как покинуть этот сервер, я попрощался со своими китайскими друзьями. Спасибо за эту очень красивую вайб, мои друзья. Да. Ян, я хочу сказать тебе спасибо, и я просто хочу уйти от этого сервера. Но я просто хочу сказать вам большое спасибо. Ты лучший чинец в мире, ты знаешь? Спасибо большое за эту вайб. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Ты лучший. Спасибо. Спасибо за эту вайб. Китай, мои чинецкие кланы. Я люблю тебя. Я люблю тебя, тоже. До свидания, папа. До свидания. О, извините, я не имею в виду. Окей, я даю тебе амм. До свидания. И так, история китайского клана подошла к концу. Надеюсь, это будет не последний ролик с этим кланом китайцев. И вы поставите свой лайк, ведь если тут наберется 100 тысяч, мы обязательно снимем продолжение. И не забывайте писать в комментарии SKG Top Clan. Я думаю, если здесь будет много комментариев о том, какой китайский клан был крутой, то они это обязательно когда-нибудь увидят. И позовут меня снова на вайб. Ну и самое главное, не забывайте подписываться на канал, ведь до моей мечты осталось совсем немного, буквально 100 тысяч. И если каждый из вас подпишется, то моя мечта сбудется намного быстрее. Ну и напоследок хотел бы вам сказать, будьте немного добрее, и тогда этот мир заиграет для вас новыми красками. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok